Вы, наверное, каждый раз, когда слышите какие-то презентации по наукометрии, вам рассказывают, что существует огромный поток информации, мы тонем в этой информации, и все публикации, которые посвящены этому вопросу, когда бы они не были, они могут цитировать такие работы, что библиотека Александрийская насчитывала 700 тысяч томов, и на то время это считалось огромным количеством, и люди не знали, как обработать такое большое количество информации, и швейцарский исследователь Элинис Анре Бонар говорил, что это наводнение, это литературная катастрофа, такое количество литературы. Интересно, что бы он сказал, если бы был нашим современником, на то, что ежегодный прирост фонда библиотеки Конгресса США от 1 до 3 миллионов единиц хранения. Почему такое большое количество информации? Конечно, большую роль в этом также, большой вклад в такой поток информации вкладывают научные журналы, которые уже 350 лет являются средством научной коммуникации. И за эти 350 лет на этом поле появились такие серьезные деятели, как Шплингер Нейча, 3000 изданий в год выпускает Эль Сивьер, более 2,5, Телларед и Франсис, Вайлл и Деквилл. И мы можем сюда даже отнести наш фон, потому что количество изданий у него по разным оценкам до 2200. Также «Нан Украина» имеет достаточно много журналов, 97 и плюс 200 сборников. На самом деле в мире насчитывается до 100 тысяч научных изданий. Что, несмотря на это огромное количество, все-таки давайте вспомним, что делает журнал качественным. Ну, во-первых, это, конечно, его специализация, конкуренция, то есть наличие ограниченного количества изданий по определенной области. Качественное рецензирование, которое не может быть таким, что автор приносит с собой рецензию, подписанную доктором или академиком. Это придерживание, это выполнение этических и редакционных норм. И, конечно, это ответственная редколлегия, состоящая из специалистов. А что делает журнал признанным, узнаваемым? Это индексация определенными базами данных, архивами, это язык публикации, если мы говорим о естественных науках, то естественно, это должен быть английский, это открытость информации, а также популяризация и реклама. Когда мы говорим о базах данных научной информации, то их можно разделить на несколько категорий. Это могут быть наукометрические базы данных, они могут быть полнотекстовые или реферативные, могут быть специализированные или мультидисциплинарные, они могут быть платные или бесплатные. Но если мы будем говорить о web of science или с корпуса, то это и наукометрические базы, они являются и реферативными, и мультидисциплинарными, и также они по платной подписке. То есть это деление по заняло достаточно условных, но тем не менее оно может быть. Как же узнаются, какие являются признанные украинские журналы? Ну, это 16 журналов, которые входят в Web of Science Core Collection, 27, которые входят в Image of Science Citation Index. К сожалению, списка мы до сих пор не знаем, потому что если мы смотрим платформу Web of Science, мы можем найти там только 7 журналов. Ну, это переходный период, скоро мы узнаем имена всех счастливчиков, 55, которые входят в Кокус. А также мерилом ценности журнала для нашей страны является список специализированных изданий, так называемый ВАКовский список. К счастью, 18 марта, наконец-то, на новом сайте МОН был обновлен этот список. Вы можете зайти по этой ссылке, найти два отдельных списка для печатных изданий и для электронных изданий. После этого у вас будет глубокое разочарование, потому что в списке печатных изданий есть отдельно два списка. В одном – 1100 пункт, а во втором – 1046. Электронные издания также представлены двумя списками, 61 и 18 пунктов. Однако, единственное, что может в этом радовать, что все-таки не 2232 издания, как могла бы вам дать арифметика, у нас есть в АКОМ, а их несколько меньше, поскольку некоторые журналы внесены в этот список несколько раз, потому что являются специализированы для разных категорий. Если мы вспомним требования по оформлению кандидатских диссертаций, то в законе сказано, что вы должны иметь не менее 5 публикаций, которые входят в этот список, из которых не менее одной должна быть в издании, которая входит в наукометрические базы данных, и одна может быть в электронном издании. Однако, к сожалению, если мы откроем этот пресловутый Иваковский список, что мы увидим? Мы увидим только название основателей журнала, область науки и дату выключения в эту базу. То есть, входит этот журнал в базу данных, не входит, найти мы не можем. Поэтому, как видите, у нас индекс оперативности очень высокий на конференции, вы видели этот слайд на первой презентации, вот он уже здесь. Огромное количество фирм, людей, не очень честных, которые пытаются нажиться на наших доверчивых ученых, создают фирмы и продвигают свои услуги, опубликуя вас в скопусе или в его сайт. Устав от этого всего, в сентябре 2015 года мы создали проект «Украинские научные журналы». Достаточно простой адрес – usj.org.ua. Предтечей этого каталога была конференция, которая была год назад в Могилянской академии. И когда мы писали резолюцию по этой конференции, оказалось, что не все вопросы были подняты на конференции. Например, вопросы благиатов в тот раз не рассматривались. Поэтому мы не могли внести эти вопросы в текст резолюции. Но, тем не менее, вопросы были достаточно важные, поэтому тогда был написан «Могилянский протокол», в котором сведены основные требования для журнала. Фактически, это свод правил, которые есть на всех языках – на английском, на немецком для научных журналов. Но вот теперь он есть такой же на украинском языке, но и по месту сбора называется «Могилянский протокол». Наш проект впоследствии к нашей группе присоединился программисты, мы получили возможность сделать сайт. И на этом сайте разместить список журналов наших украинских. Этот проект был поддержан и Национальной академией высшей школы Украины, научно-издательским советом при Национальной академии наук и Министерством образования и науки. И поэтому все организации, которые подчиняются этим двум серьезным учреждениям, получили письмо с просьбой заполнить онлайн-анкету о тех изданиях, которые издаются в их учреждениях. Что позволило нам на сегодняшний день, ну вот уже устарела информация, уже около 600 изданий, потому что сегодня утром появились новые, существует такой список, в котором вы можете или по названию журнала, или по тому, в какой базе данных индексируется журнал, или по тематике журнала отобрать журналы, которые вас интересуют. На сегодняшний момент вы видите, что некоторые издания будут выделены желтым цветом. Это значит, что они недавно были зарегистрированы, и мы еще не успели проверить информацию, которую подали нам издательство. Не то, чтобы мы не доверяли издательству, но иногда, во-первых, есть чисто человеческий фактор, когда при внесении данных ошибаются. Во-вторых, иногда требуется какая-то корректировка. Если мы зайдем на карточку определенного издателя, просто кликнув на него, мы можем сразу посмотреть название журнала, сокращение журнала, которое для вас, как для авторов, иногда очень важно, когда вы цитируете работу из определенного журнала, как правильно сократить журнал. А ССН номера, как печатная, так и электронная версия, если есть. Какая периодичность у журнала, что тоже может быть для вас важным, если журнал выходит раз в год, то, в принципе, достаточно долго вы можете ждать публикации. Есть ли у журнала Диуа индекс, какие другие базы, кроме вот этих четырех основных, которые указаны ниже, это Web of Science, Core Collection и Imaging Science Citation Index, они разделены на две категории, Scopus и Library, и Index Copernicus. Почему есть индекс Copernicus и Library, потому что на сегодняшний день они еще признаются нашим министерством, как наукометрические базы данных. А также есть дата внесения в список ВАК с самой датой. Почему это важно? Потому что срок регистрации 5 лет, то есть вы можете проверить, не просрочено ли издание. И какие же, анализируя журналы, которые попали к нам на форуму, мы можем выделить общие проблемы. Ну, во-первых, у многих журналов или не было АССН-номера, или не было АССН-номера для онлайн-формы. А по правилам этого агентства все формы журнала, печатная и электронная, должны иметь отдельные эти адреса. Проблема усугубляет то, что, к сожалению, в Украине нет регионального офиса АССН. Поэтому запросы идут в Париж, а поскольку сейчас 590 журналов практически отправили запросы в это агентство, то срок ожидания растянулся уже некоторые ждут по два месяца, пока им присвоят номер. Неправильно журналы указывают официальное сокращение, что впоследствии будет негативно сказываться при подсчете количества цитирований. У многих журналов, к сожалению, нет сайтов, или есть сайты, которые непригодны к автоматической индексации. Ну, например, когда один номер журнала лежит в виде одного ВДФ. Журналы университетов, как правило, выходят в сериях. Очень часто у этих серий есть один АССН на все выпуски, на все подсерии. И один сайт или что-то не проиндексировано. Редколлегия, как правило, если журнал выходит на платформе Open Journal System, не указывается. Или журналы, если у них есть один иностранец редколлегии, свято уверены в том, что у них международная редколлегия. Это не совсем так. У многих журналов наблюдаются задержки выхода номеров, то есть даже до двух-трех лет. У многих есть сайты с нетематической рекламой, которые живут на каких-то бесплатных платформах. И, к сожалению, это не улучшает имид журнала. Многие журналы требуют у авторов приносить рецензию прямо вместе с рукописью. И, как правило, наши журналы не проверяют работы ни на плагиат, ни на точность ссылок и так далее. Однако есть и приятные моменты. Например, на сайте некоторых журналов, кроме состава редколлегии, также указаны их скокусы и номера. И любой проверяющий с какой-то баз данных, если он рассматривает этот журнал, может посмотреть, что действительно солидные ученые работают в редколлегии. У некоторых журналов уже у авторов указаны Оркит и есть его индексы. А вы знаете, что полгода назад Оркит подписал договор с Кроссрефом, и теперь этот индекс будет позволять автоматически добавлять ваши публикации, которые имеют ДИА-индекс, в ваш профиль Оркит. Ну и после того, как мы получаем какой-то новый журнал, его рассматриваем, мы отправляем письмо в редакцию, в котором указываем те неточности, которые мы заметили или те ошибки, которые есть у журнала. Сейчас очень много наших журналов обновляют сайты, получают АССН и так далее. Также на сайте, кроме списка журналов, есть информация для авторов, и если у вас есть такая возможность, вы можете рекомендовать своим студентам, аспирантам зайти почитать информацию, как писать статью, где искать информацию, что такое индексы, какие-то индексы, что такое наукометрические показатели, что такое плагиат и так далее. Также есть отдельная страничка для редакторов журналов, как получить АССН, что это бесплатная процедура, какие есть обвязательные элементы сайта журнала, что такое ДЛА и как его получить, какие требования, что нельзя делать и так далее. Также мы проводим семинары, поскольку это оказалось востребовано, и полупрайтовская организация, которая является соорганизатором данной конференции, иногда приглашает нас с ними. Ну и таким образом, что же получается, что в принципе и ученые, и журнал — это две взаимосвязанные сущности, которые не могут существовать друг без друга. Так, ученый, он ожидает от журнала высокого импакт-фактора, каких-то высоких наукометрических показателей, что эта работа будет в престижной базе данных, что впоследствии она будет хорошо процитирована, что это будет недорого или бесплатно, и, естественно, что будет дело индекс, и удобство подачи статей. А что же ждет журнал от исследователя? Журнал хочет получить оригинальное исследование, которое будет интересно, которое выполнено большим количеством соавторам, что позволит поднять цитируемость и, соответственно, поднять рейтинг журнала. Что это исследование будет хорошо, красиво написано, с корректными иллюстрациями и так далее. А также то, что после публикации автор не забудет о своей статье, а разместит его и на ресургете, и на ресурчер-иде, в скаларе, в репозиторе собственного учреждения и так далее. И, тем самым, также будет промонтировать журнал. Поэтому несколько слов о том, какая же жизнь есть после публикации. К сожалению, те времена, когда в той же Александрийской библиотеке существовал список, огромный список, из 1100 эллинистических писателей, ученых и философов. То есть всего их было 1100. И поэтому Калимаху было очень просто всего в 120 свитках описать все их труды и описать всех этих ученых. На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, мы имеем около 6 миллионов ученых, но и приблизительно такое же количество псевдоученых. Поэтому, как вы понимаете, составить список ученых и составить список их трудов, в принципе, задача, наверное, уже не подсильная. Но, тем не менее, попытки есть. И вы видите, эти цветные картинки, это все те, кто пытаются как-то посчитать ученых. Таким образом, когда ученый подает статью в журнал, журнал ее рецензирует и в случае того, если принимает и публикует, после этого эта статья становится доступна для скопуса Web of Science и Google Scholar. Если журнал входит в эти базы, как бы они индексируются. После этого информация из Google Scholar может, во-первых, быть представлена в скопусе Web of Science в опции «Найти полный текст статьи». Также, если автор разместит публикацию на ResearchGate, это социальная сеть ученых, в Researcher.id это профиль ученого, который находится в тесной связи с Web of Science, в Оркиде, и проверить, что эта публикация попала в его профиль, таким образом он будет продвигать не только свою публикацию, но и издание. Несколько слов про Оркид. Как вы знаете, с 2012 года появился этот открытый ресурс ученых. И вот эти 16 цифр, они, в принципе, меняют нашу жизнь очень сильно, поскольку позволяют и идентифицировать нас, если у нас есть однофамильцы, что особенно критично для китайских авторов, которые обладают всего 200 фамилиями на все население. А также именно ваш вклад, как ученого, определить, если вы работаете в каких-то областях с восходами. Также это удобная база данных, которая является переключателем между, не сколько переключателем, а сколько коммуникатором, между Scopus и Researcher.id. Поскольку вы можете свои публикации Scopus импортировать в Оркид, а далее импортировать их в Researcher.id и посмотреть, какое количество тех же цитирований имеет ваша публикация по другой базе данных, не по Scopus, а по Web of Science. Как вы помните, они отличаются содержимым. В Researcher.id на сегодняшний день 5049 украинских ученых. Регистрация в этой базе данных бесплатная. И если кто-то еще из ваших коллег не зарегистрировался, то рекомендуйте им, это все-таки повысит их узнаваемость. Если же вы или ваши коллеги имеете публикации в Scopus, не поленитесь проверить, один у вас профиль существует или несколько. Если их несколько, достаточно просто отметить свои профили, нажать кнопку «Попросить объединить профиль». В течение пяти рабочих дней у вас уже будет один профиль, по которому вы сможете посчитать свои показатели. Так выглядит ваш архив в вашем профиле в Scopus. Здесь есть возможность импортировать ваши публикации Scopus в архив, чтобы не вносить их туда вручную. Research.id – социальная сеть ученых, которая позволяет вам разместить информацию о ваших статьях, найти коллег по работе, собственно говоря, для этого она и создавалась, найти позиции, какие-то другие, если вы хотите менять работу, и также спросить у коллег мнение о каком-то вопросе, который вас интересует. Google Академия, которую очень сильно полюбили наши ученые, в принципе, что в ней есть хорошего, это то, что если есть где-то в открытых источниках полный текст статьи, Google Академия индексирует этот источник. И в принципе, как вы помните, поскольку Google имеет договор с Web of Science, то через Web of Science полный текст вашей статьи могут найти ученые. Вот как это выглядит. Здесь есть кнопочка «Найти полный текст» на Web of Science, и в принципе, ваша статья, даже если она не была изначально, этот журнал не был проиндексирован в Web of Science, но через ваш Researcher ID статья может быть доступна другим ученым. Ну, казалось бы, вот в принципе мы подходим к хэппи-энду, что у нас есть ученые, у нас есть журнал, а тема до доклада была «Журналы, а не у нас бонус» или «Чемодан без ручки». Мы можем вспомнить презентацию Алексея по поводу рейтингов университетов. И обратить внимание, что количество опубликованных статей и цитируемость очень важны для рейтинга университета. И в принципе, во всех рейтингах, какие они есть, это учитывается. Поэтому, если ваш университет имеет хорошее издание, если оно уходит на укометрические базы данных, если оно имеет хорошие публикации, они хорошо цитируются, безусловно, это огромный бонус. Плюс это возможный бизнес для вашего университета. Но если у вас более 50, у некоторых почти 100 изданий, в которых члены редакции бегают за сотрудниками, говорят, у нас через два дня нужно напечатать номер, напишите нам хоть что-нибудь, мы это быстро опубликуем, то, конечно, это вот тот именно «Чемодан без ручки». И желательно все-таки университетам внимательно пересмотреть свои издания и не держаться за те, которые не могут существовать без какого-то админресурса. Я хочу поблагодарить Виталия Александровича Харченко за интересную статью в журнале «Химия и жизнь», которая была опубликована в 68-м году, собственно говоря, откуда информация по эллинистическим авторам. Татьяне Александровне Ярошенко, потому что часть слайдов, как вы видите, была из ее презентации. Моим друзьям и коллегам из украинских научных журналов, которых практически год мы этим занимаемся. Естественно, научному примитету конференции, который позволил сделать этот доклад, участникам конференции за будущие вопросы. Прежде чем я оставлю этот слайд с нашей информацией и страничкой в Фейсбуке, на которой мы публикуем не только информацию по журналам, а также информацию для ученых о каких-то конференциях, которые планируются или будут проходить, но поскольку презентация будет сохранена и доступна, то в конце презентации будет слайд с полезными ссылками в всех ресурсах, которые упоминались. Ну и поскольку уже сегодня один блог рекламировался, но я не могу не пропекламировать еще один блог пана-библиотекаря, и в принципе там очень часто вы можете найти очень интересные вещи, которые только-только появляются и будут востребованы. Жду ваши вопросы.